Из поучений Святаго Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских» Великую заботливость проявляли все ученики о верховных апостолах. Не так, как мы теперь. Мы, которые делились друг о друга, разделились на великих и малых, одни превозносимся, другие завидуем. Эти завидуют потому, что мы надмиваемся и не хотим равняться с ними. В теле нашем есть согласие. Потому что между членами его нет надменности. А нет надменности потому, что все члены по необходимости имеют нужду один другому. Голова имеет нужду в ногах, а ноги в голове. И между нами Бог устроил то же самое. Но несмотря на то, мы не хотим равняться с другими. Хотя и без этого следовало бы иметь любовь между собою. Не слышите ли, как и внешние язычники осуждают нас, когда говорят, «Дружба полезна». Миряне имеют нужду в нас, а мы существуем для них. Так не было бы ни учителя, ни начальника, если бы не было учащихся и подчиненных. И не вели бы они дел своих, потому что не могли бы. Как земля имеет нужду земледельца и земледелец в земле, так и здесь. Какое воздаяние получит учитель, если он не может показать наученных им. Какое и учащиеся, если они не пользовались добрым учением. Таким образом, мы равно имеем нужду друг друге, начальнике подчиненных, настоятель послушниках. Начальники существуют для других многих. Никто ни в каком деле не может ограничиться самим собою. Нужно ли будет рукополагать или давать советы и мнения, но получают большую честь от собраний и множества. Например, бедные имеют нужду в подающих, а подающие – приемлющих. «Будь внимательны друг к другу, говорит апостол, поощряя к любви и добрым делам». Евреям 10.24 «Потому много может общения с церковью, и кто не может сделать что-либо сам собою, то сделают вместе с другими. Потому что здесь особенно совершаются потребные молитвы о вселенной, о церкви во всех пределах, о мире, о находящихся в опасностях, и Павел выражает это, когда говорит, «Дабы задарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас» – 2 Коринфянам 1.11. «То и чтобы воздана была благодарность многим». И часто он и спрашивает себе молитвы. «Посмотри, что и Бог говорит о неневитянах». «Мне ли не пожалеть Неневии, города Великого, в котором более 120 тысяч?» И он на 4.11. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их» – Матфея 18.20. «Если же двое могут сделать много, то не тем более или многие. Положим, что ты и один имеешь силу, но не столько, как с другими. И почему ты один? Почему не собираешь многих? Почему не делаешься виновником любви? Почему не устрояешь дружбы? Ты не имеешь величайшей славы добродетели. Как зло, сделанное по согласию с другими, более оскорбляет Бога, так и добро, сделанное по согласию с другими, более приятно Богу. Не следует, говорит Писание, за большинством на зло». Исхода 23.2. «Все уклонились, сделались равно непотребными» – Псалом 13.3 – «и сделались подобные ликующим злобе своей. Позаботься приобрести себе друзей, прежде домашних своих, прежде всего прочего. Если миротворец есть Сын Божий» – Матфея 5.9 – «вне тем более ли приобретающий друзей. Если только примиряющий называется Сыном Божиим, то делающий, примиряющийся друзьями, чего не удостоится. Будем совершать эту куплю. Враждующих между собой делать друзьями, соединять тех, которые не враги, не друзья между собою, и прежде всех нас самих. Так тот, кто допустил вражду в своем доме и живет не в согласии с свою женою, не будет иметь доверия, когда станет примирять других, но услышит слова «Врач, исцели себя сам». Так точно и мы услышим здесь. Какая же вражда у нас? Вражда души с телом, порока с добродетелью. Прекратим эту вражду, уничтожим эту брань. Тогда и других будем разумлять с миром и с великим дерзновением, без упреков совести. Гнев противится кротости, любостяжание противится презрению богатства, зависть противится доброжелательству. Прекратим эту брань, не изложим этих врагов, поставим эти трофеи и устроим мир в нашем городе. У нас ведь есть свой город и управление, граждане и множество пришельцев. Изгоним пришельцам, чтобы не развратились наши граждане. Да не входит нам никакое чуждое и нездравое учение, никакое плотское мудрование. Не видим ли мы, что если кто-нибудь из неприятелей будет пойман в городе, то судится, как саглядатый. Изгоним же пришельцев, или лучше, не пришельцев, но и врагов. Если заметим какой-нибудь помысл враждебный нам, но прикрывающийся одежды гражданина, придадим его начальнику уму. Много у нас таких помыслов враждебных по существу своему, но прикрывающихся овечьей кожей. Как персы, сняв свою тиару, шаровары и обувь, и надев другую одежду, употребляемую у нас, острившись догола и говоря на здешнем языке, под этим внешним видом скрывают свою вражду. А если подвергнешь их пытке, то откроешь скрываемое так и здесь. Подвергни тысячи пыток этот помысл, и тотчас увидишь враждебное мудрование. Но чтобы показать вам пример этих саглядатаях, которых дьявол посылает подсматривать за нами, разоблачим хотя одного из них и тщательно допросим предсудилищем. Если угодно представим некоторых изобличенных Павлов. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудре и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Клосянам 2.23 Так, например, дьявол хотел ввести ере из жидовствующих. Если бы он стал прямо водить ее, то никого не убедил бы. Смотри же, как он сделал это. Не нужно, говорит, щадить свои плоти, не прилепляться к пище, но воздерживаться. Вот это любомудрие, это смиренномудрие. И ныне еще он вместе с середиками хочет не извести нас до почитания твари. Смотри же, как он устроил свой коварный замысел. Если бы он сказал, поклоняйся твари, то был бы обличен, на что? Бог, говорит, сотворен. Обличим же его предсудом судей, разумеющих смысл апостольских писаний. К ним приведем его. Они распознают, что проповедь и что пустословие. Многие собирают имущество, будто бы для того, чтобы иметь, что подать бедным. Собирают неправильно. И это также злой помысл. Отвергнем его. Обличим, чтобы нам не быть уловленными. Но чтобы, избегая всех козней дьявола и верно содержа здравое учение, нам безопасно пройти настоящую жизнь. Исподобиться обетованных благ, благодатью и человеколюбием, Господа нашего Иисуса Христа, с которым от Суса Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok